Смотрите, первое, что нужно понять, это то, что женщина, она живет в отношениях. Если нет отношений, нет жизни. То есть мужчина живет достижениями, женщина живет отношениями. Она предназначена для глубоких отношений в жизни, в любви. Она не предназначена для того, чтобы получить высшее образование, для того, чтобы работать где-то, стать хорошим менеджером, специальность освоить какую-то. Она не получит, женщина, полного счастья от этого, потому что все это деятельность делового характера. Деловые отношения означают неглубокие. Деловые отношения могут быть глубокими. Поэтому женщина должна иметь эти глубокие отношения. Означает стремиться выйти замуж. Часто женщины не понимают, как это стремиться выйти замуж. Для этого надо ставить условия. Потому что женщина, она источник энергии любви. Она источник отношений. Все стремятся к женщине, она источник отношений. Женщина стремится к защите, чтобы у ней кто-то был рядом. И она хочет поддержки в жизни. Но мужчина сам не всегда склонен это понять. У него свои желания. Отношения между мужчиной и женщиной имеют корыстную природу. Энергия любви духовной по своей природе бескорыстная. Но отношения между мужчиной и женщиной корыстны по природе. Каждый хочет своего. Хотя, так как это энергия любви, кажется, что отношения божественные. Это факт. Они божественные, но их надо сделать божественными. Поэтому и мужчина, и женщина в семейных отношениях должны стремиться к этому. В данном случае женщина должна ставить условия. В ведическом обществе, в древнем обществе есть законы определенные, по которым женщина не должна ложиться в постель с мужчиной раньше, чем она закрепила с ним эти отношения. Потому что чем больше она с ним занимается интимной жизнью, тем больше она к ним привязывается, и тем больше он остывает по отношению к ним. Он начинает контролировать психически женщину, мужчину, в время этих отношений. Она становится зависимой. Ну то есть в записке 6 лет отношения означает уже супружеская жизнь. Это уже супружеская жизнь, это уже муж и жена. Но в этой семье женщина не выполняет свои обязанности. Она должна заставить мужчину жениться или расстаться с ним, поставить ему условия. Если она не ставит условия, значит, она проощряет его греховность, его безнравственность. Греховность означает безнравственность. Это означает также, что дети, которые должны родиться в этой семье, они не смогут родиться, потому что в этих отношениях нет искренности. Искренность также рождается в отношениях в результате того, что каждый выполняет свои обязанности. Смотрите, то есть в записке написано «Мы находимся 6 лет в отношениях». Но что это значит буквально? Это означает желание наслаждаться друг другом. Отношения между мужчиной и женщиной не предназначены для наслаждения. Если кто-то думает, что ими надо наслаждаться, то это приведёт к жутким страданиям. Например, мужчина думает, я буду женщиной просто с этой наслаждаться жизнью интимной. Это приведёт к тому, что у неё начнутся истерики. То есть она не сможет быть счастлива в таких отношениях, потому что ей нужна семья, дети и так далее. В результате он будет страдать. Он будет чувствовать счастье в интимных отношениях. Всё остальное время он будет страдать. А потом он даже в интимных отношениях не сможет чувствовать счастье. В результате люди расстаются. И при этом они остаются связаны друг с другом. Начинается ещё больше страданий, потому что когда человек может контролировать, регулировать эту привязанность к другому человеку или нет? Может. Мы можем взять так раз. Как психологи иногда говорят, выкини сердце, выкинь. Можем выкидывать из сердца? Выкинул всё. Мы не можем. Это вне нашей силы. Есть высшие силы в этом мире. Они управляют отношениями. Мы не можем сказать, «Я выкинул тебя». Даже когда человек бросает другого человека, он это делает с какими-то корыстными мотивами всегда. Или когда ему очень тяжело. В это время у него сердце становится каменным, как жесть. Сердце должно быть мягким. В мягком сердце есть любовь, каменным нет любви. Он бросил, у него сердце стало каменным, но оно не потом в следующих отношениях, оно не станет мягким. Оно уже стало каменным, потому что он бросил. Всё. Теперь ему надо совершить определённый процесс, который называется покаяние или проящито. На санскрите это называется проящито. По-русски покаяние. Чтобы сердце очистилось, и это может длиться очень долго. Может быть, год ему надо это делать, раскаиваться в том, что он сделал. И ещё это должно быть искренне очень. Если не искренне, то сердце не очистится опять же. И в процессе раскаяния человек часто понимает, что надо возвращаться назад. Самый лучший вариант — вернуться назад, а не что-то ещё искать. Мама должна благословить. Это факт. Мы по записке отвечаем. Благословить отношения. И также хорошо женщине принять веру мужа хотя бы формально. Формально означает в храм с ним ходить, выполнять ритуалы какие-то. При этом не означает, что она теряет свою веру и придаёт, потому что вера человека находится в сердце. Она глубоко очень сидит внутри. И она не всегда соответствует тем ритуалам, которые человек совершает. Не всегда. Вера может быть немножко другой, глубже. Ритуалы нужны для поддержания мира в обществе. Допустим, если в семье все мусульмане у тебя другая вера, ты должен всё равно поддерживать эти ритуалы, чтобы был мир, чтобы не было вражды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...